История с продолжением. В Иркутске задержан бывший сотрудник мэрии по делу о незаконном строительстве дома в Иркутске по адресу Пескунова 40. Здание возвели и сдали в эксплуатацию без разрешения. Квартиры были проданы, а теперь люди должны за свой счет снести этот дом. Истории заинтересовались в прокуратуре, следственном комитете и полиции. Сегодня стало известно, что экс-сотрудник администрации города, который знал о незаконном строительстве дома, не предпринял мер, чтобы остановить действия подрядчика. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов. Она должна была проконтролировать остановку незаконного строительства, но закрыла на все глаза. Но не просто так, а за взятку в виде двух квартир в этом доме. Здравствуйте, в эфире новости по будням. В ближайшие полчаса я и мои коллеги познакомим вас с самыми важными событиями этого дня. Прямо сейчас короткий анонс основных тем выпуска. В Иркутском районе из-за паводка введен режим повышенной готовности. Во многих районах потоплены приусадебные участки и дома. Как устраняют последствия прихода большой воды, расскажем в программе. В программе также сообщим о том, что в Прибайкале резко увеличился спрос на загородные дома, а также благоустройство участков. А вслед за спросом взлетели и цены. В выпуске узнаете, во сколько теперь обойдется дача в Иркутском районе. В Иркутских дворах остается грязь после подкормки животных. О действии неравнодушных горожан страдает не только облик придомовых территорий, но и здоровье братьев наших меньших. Все подробности через несколько минут. А в конце мы погрузимся в мир театра и кино. Вы узнаете о новорожденных актерах Иркутской зоокалереи, а также о фильме, который сняли в американском доме моды. Теперь обо всем подробнее. Талая вода пришла и в Иркутский район. Подтоплены десятки живых участков. Введен режим повышенной готовности. Сложная ситуация сразу в семи населенных пунктах. В частности, в Хомутово. Там затопило больше 20 приусадебных участков и дорогу. Чтобы спасти дома от воды, спасатели установили насосную станцию на водоотводной канал и проложили километр магистральной линии для откачки воды. Также семь участков оказались под водой в Грановщине. Сейчас в населенных пунктах чернят снег, чтобы исключить дальнейшее подтопление. Помимо этого, оборудованы дамбы. К слову, в Хомутово вода топит участки последние четыре года. Но в этот раз поводок будет больше из-за большего количества снега. Сложилась ситуация следующим образом. Так как неправильно были выполнены планировочные решения по выделению земельных участков для строительства индуально-жилых домов. Нужно делать сеть инженерных проектов для отвода непосредственно. Ну и наши жители, когда покупают земельные участки, у меня просьба, чтобы они непосредственно просматривали риски природного и техногенного характера приобретения жилья. А в поселке Дзержинск Иркутского района подтопление оставило без света и даже воды сотни жилых домов и социальные объекты. Частично без электроэнергии остались также меловиды и пивовариха. Из-за строительных работ высоковольтный кабель, снабжающий поселок, оказался открыт. На него попала талая вода, что и вызвало замыкание. А под отключение попала и водонасосная станция. На данный момент электроснабжение восстановлено. Кажется, что от подтопления частных домов никто не застрахован. Однако избежать этого можно, если купить земельный участок в безопасном месте. Но как определить это место? Ответы на этот вопрос есть у риэлтора и юриста в нашей традиционной рубрике «Мнение экспертов». Простой способ это посмотреть, точнее не посмотреть, а поговорить с соседями. Узнав о том, что у них есть на участке. То есть посмотреть, поговорить и выяснить, есть ли у них такие же проблемы. Далее, позвонить в администрацию. Вместо администрации выяснить, есть ли какие-то проблемы с палатными водами, с грунтовыми водами. Риэлтор человек, который обладает не только юридическими познаниями, но и бытовыми, скажем так, житейскими. То есть его функция заключается в том, что предупредить. Предупредить о том, что есть какие-то проблемы по этому объекту. Не только юридического характера, но и проблемы возможного использования в дальнейшем, потому что он потребительски, функционально, допустим, может быть, не пригоден. Перед сделкой риэлтор всегда запрашивают в свежую выписку из Росреестра ИГРН, где указываются обязательно все обременения, ограничения, моменты перехода прав на собственность. Также там будет указана зона подтопления, если к ней относится данный участок. В публичной кадастровой карте это тоже указаны зоны подтопления. Сейчас их в Иркутской области больше ста. В 2019 и в 2020 году добавилось очень много сейчас населения, населенных пунктов в этот список зон подтоплений. Ну, близость к Иркутску, это у нас зона Иркута, Баклаши, Веденщина. Карта, на которых указано, с каких домов может сойти снег или упасть сосулька в регионе, не существует. А таких происшествий происходит много. Последний случай в Братске, там на 95-летнюю пенсионерку чуть не свалилась огромная снежная глыба. Все подробности далее. Эта снежная глыба первое, что увидела Тамара Павловна, когда выходила из подъезда собственного дома. Ледяной пласт пролетел прямо перед носом 95-летней пенсионерки из Братска. Снег слетел с крыши здания и сначала рухнул на козырек. Конструкция не выдержала и сломалась. Вниз полетели и деревянные балки. От удара женщину спасло то, что на крыльце она на секунду замешкалась. Одна секунда меня бы убила точно, потому что там и эти палки и большие эти комья такие с крыши. Падали. Ну, в общем, страшно даже было смотреть. Я уже пошла вся, уже тряслась. Свидетелем произошедшего стал сосед пенсионерки. Он в этот день сопровождал Тамару Павловну, которой нужно было в больницу. Буквально мы вот выходим в двух секундах. Падает крышу вот эта канитель. Мы должны были выйти отсюда. Вот они все поломали. Доски висели, глыбы лежали. По словам жильцов дома, они уже не раз обращались в управляющую компанию с просьбой очистить крышу. Ведь снежные глыбы падают ежегодно. Коммунальщики заявили, что сосульки они сбивают каждый день. А в произошедшем виновата форма крыши этого дома. Жалоб не поступало в управляющую компанию. Мы каждый день делаем обходы. Именно по утрам проходим, просматриваем, как что. Кровля здесь скатная. Снегозадержателей нет. Из-за этого, возможно, где-то скатывается снег. Ну, мы предотвращаем. Сбивание сосулек у нас происходит каждый день. Правда, от снега крышу коммунальщики почистили только после того, как к ним обратились журналисты. Починили и козырек. Вопрос, почему нельзя было убрать выпавшие осадки сразу, а не ждать момента, когда снег растает и ледяной глыбой скатится на кого-нибудь, остался без ответа. Юлия Шенкарюк, Новости по будням. Здоровья жителей Иркутской области. По-прежнему угрожает коронавирус. Причем, как оказалось, заразиться инфекцией можно и находясь дома. Таким образом, заболели 56% больных COVID-19. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. Дома наши земляки заражаются от родственников. Также 22% пациентов, которые услышали диагноз коронавирус, инфицировались на работе. Интересно, что сейчас соискатели при составлении резюме среди своих преимуществ указывают наличие прививки от COVID-19. Так, в марте этот факт стали упоминать в три раза чаще. Но, конечно, в большинстве случаев это медики. Для них вакцинация – обязательное условие при трудоустройстве. Также это касается работников образовательной и социальной сфер. К слову, массовая вакцинация может привести к полному снятию ограничений уже летом, сообщил глава государства. Это произойдет, если к этому моменту 70% россиян поставят прививку, и у жителей страны сформируется коллективный иммунитет. У жителей страны формируется привычка жаловаться на плохую работу врачей и медучреждений. И это хорошо, ведь обращения пациентов помогают улучшить качество оказываемых услуг в поликлиниках и больницах. Что чаще всего не устраивает россиян, узнаете далее. В России растет количество недовольных пациентов. Такой вывод можно сделать, если ознакомиться с данными страховых медицинских организаций. На самом деле наши соотечественники стали чаще жаловаться на работу врачей и в целом поликлиник. Люди просят заменить им лечащего доктора или вовсе перевести их в другое медучреждение. Больше всего таких обращений зафиксировали от жителей Башкортостана, Татарстана и Москвы. Помимо этого пациенты жалуются на ненадлежащее лекарственное обеспечение. Самый пик обращений к страховщикам, конечно, пришелся на разгар пандемии коронавируса в прошлом году. Люди не могли своевременно получить медицинскую помощь. Особенно пострадали от сложившейся ситуации пациенты с хроническими заболеваниями, так как им было сложно попасть на плановый прием. Всего со второго квартала 2020 года поступило около 12 миллионов жалоб на работу медучреждений. В этом году пациенты оказались особенно активными в конце февраля. За 7 дней на горячей линии страховых компаний обратились более 116 тысяч человек. Юлия Женкарюк, новости по будням. На другим темам. На свадьбе можно и пострелять. Видимо, так думают герои вот этого видео, которое было размещено в соцсетях. На нем видно, как участники кортежа нарушают правила дорожного движения. Но изюминка ролика – это его автор. Он совершил несколько выстрелов в воздух. Видеозапись не осталась без внимания полицейских. Стрелявшего оштрафовали, у него изъяли пистолет. Остальных участников свадебного кортежа привлекли к административной ответственности. В отношении них составили на 17 протоколов. Привлечь к уголовной ответственности общественники Вихоревки Братского района хотят тех, кто расстрелял бездомных собак дротиками с ядом. Жертвами стали 4 бродячих пса. Их тела обнаружили несколько дней назад. Волонтеры с помощью специалистов уже установили, что препарат, который попадал в организм животных, запрещен для использования, как и само оружие. О случившемся знают и местные власти. Мэр Братского района обратился в полицию с заявлением. Помимо этого, сейчас подрядчик, который отлавливает бездомных собак в Вихоревке, на время выяснения обстоятельств прекратил свою деятельность. По словам жителей, таким образом собак в городе убивают не первый раз. Происходило все среди билого дня, потому что в некоторых случаях очевидцами стали дети. Убиты щенки, собственно, не агрессивные абсолютно собаки. Убиты щенки. И самое страшное, что отстреливают из оружия, которое вставляется дротик с препаратом, одинаково опасным, что для животного, что для человека. Собакам можно навредить и неосознанно. Речь про подкормку. Неравнодушные иркутяне часто выносят еду для бездомных животных или птиц. В итоге во дворах образуются пищевые свалки, а псы или кошки могут съесть испорченные продукты. Чем еще грозит такая помощь, знает Ольга Харнутова. Иркутянка Евгения Бурыкина держит свою собаку на коротком поводке. Боится, что Ева, так зовут питомца, съест что-нибудь земли. А во дворе, где проживает девушка, соблазнов для четвероногих много. Неравнодушные жители подкармливают бездомных собак и кошек. Только не все продукты четвероногие съедают. И объедки лежат возле домов неделями, а некоторые даже пережили зиму. А животные в сроках годности не разбираются. У нас щенок был маленький, как любому маленькому ребенку хочется что-то подобрать, взять, попробовать. И было у нас отравление серьезное, хотя мы профилактируем, мы дрессируем собаку, учим не подбирать. Сейчас она повзрослела, она, конечно, обходит это. Но пока щенок маленький, он подвержен опасности. Опасность от такой подкормки есть не только для животных, но и для людей. Ведь во дворах образуются пищевые свалки. Об этой проблеме не понаслышке, знают коммунальщики. Дворникам регулярно приходится убирать остатки еды. Продукты питания, оставленные жителями на газонах для подкормки бродячих животных, создают общее негативное впечатление от всей придомовой территории. По итогу являясь источником заразы и мусора. Точником болезни для бездомных животных может стать и свежая еда, которую для них оставляют люди. К примеру, собакам категорически нельзя кости птиц и кроликов. Они острые и могут повредить гортань, желудок или кишечник. Под запретом для псов и сыры, и свины, и кости есть риск заражения паразитами. Подкармливать птиц тоже нужно правильно. По-хорошему, если организовать подкормку птиц, то им нужны, конечно, природные корма, в первую очередь, в которых нет соли, ну и всяких, конечно, лучше повесить химических добавок. У наземных птиц почки работают не так, как у нас, и поэтому такое количество соли в продуктах они переносить не могут. В лучшем случае, значит, какие-то проблемы со здоровьем, в худшем случае, если уже до крайности дойдет, то может и погибнет от обезвоживания. Летом подкармливать птиц вообще не стоит. Они сами могут добыть пищу. К слову, зоозащитники выступают против подкормки бездомных собак и кошек. Это приводит к тому, что безответственные хозяева выгоняют своих питомцев на улицу с уверенностью, что четвероногие не пропадут. Ольга Харнутова, Андрей Назаров. Новости по будням. О чистоте во дворах Иркутска этой зимой говорить не приходилось. Снега выпало столько, что коммунальщики не успевали его убирать. В результате за прошедший сезон в столице Прибайкалье было выявлено 900 фактов ненадлежащего содержания придомовых территорий. Основные нарушения по понятным причинам связаны с несвоевременной уборкой снега с крыш, дорог и дворов. При этом сейчас, несмотря на то, что сугробы тают, проблем меньше не становится. Жалобы от Иркутян продолжают поступать, а надзорные органы регулярно выписывают штрафы. Физическим лицам за нарушение придется раскошелиться на сумму от 5000 рублей. Юрлица могут лишиться 55 тысяч. Кругленькой суммы должны располагать те, кто решил приобрести недвижимость за городом. Но, несмотря на высокие цены, в Иркутске наблюдается ажиотаж на приобретение загородных домов. С чем связана такая тенденция, расскажет Олег Федоров. Иркутянин Алексей Коверзин внимательно вглядывается в документы на продажу собственной дачи. На участке 10 соток в Мельничной Паде более 20 лет назад мужчина вместе с родственниками построил бревенчатый дом. Теперь вынужден продавать. Здоровье не позволяет заниматься хозяйством. И сейчас весной самая горячая пора. Спрос на загородные жилища увеличился. Значит, выросла и цена. Тем более, недавно в садоводство, где стоит дом Алексея, провели летний водопровод. Там все с любовью сделано. Конечно, есть недочеты. Много работы, конечно, еще по отделке. Но я думаю, если человек с руками купит, ему понравится. Жителям Прибайкали все больше нравится жить в загородных домах. На это повлиял удаленный режим работы. По данным сервиса по продаже недвижимости, спрос на дачи резко начал расти еще во время самоизоляции. И сохраняется до сих пор, так как люди оценили преимущества жизни загородом. К слову, именно поэтому те, у кого есть дома, стали их облагораживать. Сейчас увеличился в два раза спрос на ремонт дач и благоустройство участков. В целом, в Иркутске ажиотаж на загородные дома вырос на 50%. Самыми популярными территориями остаются Байкальский тракт и Мельничная пать. Хоть цены там и так кусаются, в последнее время они еще больше поднялись. Если это просто участок, в среднем будет достигать миллиона рублей стоимость. Если с домом, то весь вопрос в том, что за дом, из чего он, насколько он благоустроен, насколько он удален от воды. Это субъективно тут. Каждому дому индивидуальный подход. Одно дело, если это просто дачи, а другое дело, если это благоустроенный дом. Предложений на загородные дома на рынке недвижимости в Иркутске тоже предостаточно. Их в последнее время стало больше на треть. И раскупаются дачи, как горячие пирожки. Любопытно, что по статистике молодые люди стали тоже активно интересоваться загородными домами. Так же, как и прибайкальцы пенсионного возраста. Эксперты связывают это с тем, что дешевле купить дачную недвижимость, чем жилье в многоквартирном доме. Олег Федоров, Павел Рютин. Новости по будням. Выросли цены и на путевки в детские летние лагеря и санатории при Байкале. Причем дважды с начала 2021 года. Сначала стоимость поднялась на уровень инфляции, затем на перерасчет цены путевки повлияли ограничения из-за коронавируса. Ведь теперь лагеря не могут принять столько же человек, как несколько лет назад. Вместимость должна быть не более 50%. Поэтому сейчас путевка на три недели на курорт обойдется в 21,5 тысячу рублей, а загородный лагерь в 20 тысяч. Всего в этом году в региональном бюджете на детскую летнюю кампанию предусмотрено более 633 миллионов рублей. Из них 69 миллионов будут направлены на борьбу с ковидом, закупку индивидуальных средств защиты и антисептиков. На сегодня заявки на приобретение путевок на саниторно-курортный отдых подали почти 12 тысяч жителей при Байкале. Это на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Ежедневно вузы и СУЗы Иркутской области набирают на свои факультеты и специальности тысячи абитуриентов. Для того, чтобы заинтересовать будущего студента в перспективности той или иной профессии, учебные заведения проводят в неоткрытых дверей. Данил Седов побывал на одном из таких мероприятий. Ему слово. Заставить заработать обычный выключатель сегодня может далеко не каждый подросток. Хотя это умение, как и другие знания об электрооборудовании, могут стать залогом перспективного трудоустройства. В этом лично сегодня убедился Илья Сапожников. Парень заканчивает 9 класс и планирует сразу получить профессию. Сейчас выбирают учебное заведение. День открытых дверей – отличный вариант определиться с будущей специальностью. Много людей не могут найти информацию в интернете. Ту, которую скажут здесь. Здесь можно получить много новой информации, много узнать о своей будущей профессии и специальности. Узнать больше о будущей профессии. На день открытых дверей в Иркутский энергоколледж пришли около 59 классников. Три часа детального разговора, подробная экскурсия и общение с потенциальным работодателем. На встречу пришли представители N-plus-групп. Ставки на систему непрерывного образования молодежи компания сделала уже давно. Еще ее основатель и общественный деятель Олег Дерипаска установил в политике компании особый приоритет для программ по подготовке кадров. Так, первые профессиональные знания ребята получают в энергоклассах, затем пополняют их в колледжах, корпоративных учебно-исследовательских центрах, при университетах. И это только начало. После того, как выпускник ЭКО становится нашим работником, отрабатывает год на наших предприятиях, проявляет свое стремление остаться в энергетике, и мы предоставляем такую возможность, как получение высшего образования. И отдельная уникальная программа – это поступление в Эрниту сразу на второй курс. Электроэнергия, тепловая энергия – это основа жизни, в принципе. Поэтому, естественно, трудоустраиваются студенты практически всегда. А относительно своей дальнейшей построения карьеры – это студент-выпускник выбирает сам. Самые талантливые студенты получают возможность проходить практику на ведущих энергопредприятиях «Н-Плюс Групп» в Иркутской области. При этом начинающие специалисты поощряются дополнительной стипендии от работодателя. Такая ставка на системную подготовку кадров дает результат. Отрасль получает высококлассных специалистов, а молодежь – перспективную работу. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Какие жизненные перспективы открывают иголки перед четырьмя новорожденными иркутянами, а также какое отношение лук и стрелы имеют к рыбалке на Байкале – расскажем сразу после новостей спорта. Уроженцы Усулия Сибирского победили на чемпионате Иркутской области по русским шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В личном зачете среди мужчин золотую медаль завоевал Сергей Ярунин. В состязании «Женщин» победу одержала Людмила Анисимова. Благодаря именно этим результатам сборная Усулия Сибирского смогла занять первое место. Довольствовалась третьей строчкой в командном зачете сборная Иркутской области на первенстве России по спортивной аэробике. На турнире, который состоялся в Омске, наши атлеты не завоевали ни одной золотой медали. Но все же в активе спортсменов при Байкале оказалось по 8 серебряных и бронзовых наград. Бронзовая награда всероссийских соревнований по маутинбайку едет в Прибайкале из Краснодарского края. Отличился наш земляк Никита Харченко. Молодой человек выступал в дисциплине кросс-кантри и состязался с лучшими велосипедистами страны. Он финишировал с результатом 52 минуты 41 секунда. Этого оказалось достаточно для того, чтобы занять третью ступень на пьедестале. Даниил Седов, новости по будням. До пьедестала не добрались, но показали достойную игру в этом сезоне хоккеисты Иркутской Байкал-Энергии. Подвести итоги перед уходом в отпуск клуб решил особым образом. В Иркутске состоялся спортивный праздник, который объединил болельщиков, игроков и тренеров. Встреча любителей бенди началась с яркой шоу-программы. Каждого хоккеиста, который в минувшем сезоне надевал синий свитер, фанаты встречали аплодисментами. Все игроки и тренеры получили памятные подарки от руководства клуба и генерального спонсора команды. Главным же презентом для болельщиков стал товарищеский матч между молодежкой Байкал-Энергии и командой мастеров. Быстрая динамичная игра, обилие финтов, бросков и голов не оставили никого равнодушным. В итоговый результат приятно удивил и фанатов и хоккеистов ничья 7-7. Таким праздником в бенди болельщики проводили белосинью дружину в отпуск с надеждой на успехи в следующем сезоне. Я считаю, что за многие-многие годы команда очень достойно сыграла. Чувствуется, что новая рука и достойный сезон. В команде чувствуется намного потенциала. Ребята, я еще раз говорю, что чувствуют, что они прибавили в игре новые комбинации. Ну, хорошо очень все было. Сегодня в Листвянке на льду Байкала снимали клип для композитора Николы Мельникова. Идея перформанса – объединить звучание неоклассической музыки и красоту озера Байкал. В съемках участвовала также олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Адлина Сотникова. О других не менее интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Мир театра и кино завораживает. Благодаря ему мы можем оказаться в прошлом или будущем, а также узнать нечто новое. О новостях, связанных с этой притягательной сферой, расскажем прямо сейчас. Чем не актеры животные? Отличные способности работать на камеру демонстрируют воспитанники Иркутской зоогалереи. А этим четырем комочкам лишь предстоит стать звездами. Это новорожденные ежата, которые на днях появились на свет и уже собирают лайки в соцсетях. Без колючек малыши будут недолго. Уже скоро иголки начнут твердеть. Все больше российских знаменитостей выбирают для отдыха Байкал. Так на озере с удочкой был замечен Дмитрий Дюжев. Артист стал почетным гостем на фестивале «Байкальская рыбалка». Дмитрий не только наблюдал за командами, которые соревновались в подледном лове, но и сам учился этому ремеслу у профессионалов. Также актеру удалось исполнить несколько песен для гостей фестиваля и пострелять из лука. Рейтинг театров составили в России. В основу легли данные соцопроса, проведенного среди жителей страны. Согласно исследованию среди отечественных театров, больше всего опрошенные симпатизируют Большому и Мариинскому театрам. Также с удовольствием ценители искусства Мельпомены посетили бы МХАТ имени Горького. При этом почти половина респондентов, 44%, назвала другие театры. Отметим, что в опросе приняли участие более полутора тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Кино настолько расширяет границы, что теперь его создают даже компании, специализирующиеся на выпуске одежды. Знаменитый американский модный дом на днях выпустил кинофильм о своей новой коллекции в стиле старого Голливуда. Короткометражку сняли в бутике бренда в центре Беверли-Хиллз. А главную роль сыграла певица. Она исполняла композиции Фрэнка Синатры. Видео получилось атмосферным, а наряды же моделей в нем напоминают образы из легендарного голливудского фильма «Касабланка». Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости, не забывайте про наш сайт www.ntsdfistv.ru Я же на этом прощаюсь, до новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok